Автоинспекторы Карачаева-Черкесии сегодня проверяли транспортные средства, чьи собственники лишены права управления автомобилем. В ходе рейдовых мероприятий стражи порядка, разумеется, обращали внимание и на другие виды правонарушений. Подробности в сюжете Артур Мкце. За предыдущие 24 часа автоинспекторы Карачаева-Черкесии более двух десятков раз реагировали на оповещение системы «Паутина», которая фиксировала проезд транспортных средств, собственники которых лишены права садиться за руль авто. В эти дни рейдовые мероприятия проходят во всех российских регионах. В настоящее время на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие, лишенное либо не имеющее водительского удостоверения. Цель мероприятий направлена на выявление из участников дорожного движения лиц, лишенных водительского удостоверения, либо не имеющих водительского удостоверения. Для выявления данной категории лиц в СПО «Паутина» загружено сведения о более чем 500 транспортных средствах, водители, которые ранее привлекались к административной ответственности и были лишены водительского удостоверения. Все размещенные на улицах черкесской видеокамеры объединены в систему. Сведения поступают в единый центр, сверяются с загруженной базой данных. Если водитель авто ранее был лишен права управлять транспортным средством, стражам порядка поступит об этом уведомление. По рации информация будет доведена до нарядов госавтоинспекции, один из которых в считанные минуты остановит машину. При этом каждый автомобилист обязан по запросу ДПС предъявить для проверки свое водительское удостоверение. Отговорка об оставленных дома документах может быть приравнена к нарушению, хотя наказание за подобный проступок не столь суровое. Если водитель не имеет водительского удостоверения, то он подвергается административной ответственности по статье 12.7.1 и несет ответственность от 5 до 15 тысяч штрафа. Накладывается административное наказание. В случае выявления водителя, управляющего транспортным средством, будучи лишенным водительского удостоверения, подвергается административной ответственности в 30 тысяч рублей, либо административного ареста до 15 суток. При повторном совершении административного правонарушения управления транспортным средством, будучи лишенным водительского удостоверения, водитель подвергается административной ответственности в виде штрафа от 50 до 150 тысяч, либо обязательных работ на срок от 150 часов. Третье попадание в поле зрения автоинспекторов за подобный проступок обернется куда большими проблемами, как финансовыми, так и репутационными, поскольку предусматривает и уголовную ответственность. В период проведения оперативно-перактического мероприятия было выявлено уже 7 водителей транспортного средства, которые не имеют водительского удостоверения, 17, которые лишены водительского удостоверения и 7, которые попались повторно. В случае выявления водителя, управляющего транспортным средством и ранее подверганного по два раза административному наказанию, наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264 Прим-3, которая влечет за собой наказание в виде штрафа от 150 до 250 тысяч, либо обязательные работы. Прямо перед началом совместной с журналистами работы на одной из улиц Черкесской автоинспекторы с помощью камер выявили нарушителя. Для его задержания была направлена патрульная машина. Как говорят стражи порядка, электронные помощники превосходно справляются со своей задачей. А значит, автолюбителям стоит много раз подумать, прежде чем решиться сесть за руль, будучи лишённым права управлять транспортным средством. Артур Махцем, Миха Кракелян, Вести, Карачао, Черкесия.